Вам повезло, что камеры еще не умеют передавать запах, потому что как только мы стали подъезжать к предприятию Камский бекон, начало пахнуть так, ну прям, вообще не очень. А почему мы, собственно говоря, здесь? Потому что с каждым годом местные жители соседних поселков и челнов постоянно жалуются на неприятный запах. Вот мы и решили выяснить, где же этот источник зловония. Ситуация вот какая. Жители поселков уверяют, что запах исходит из Камского бекона, а тот, в свою очередь, готов показать все документы, подтверждающие отсутствие зловония и вредных веществ в воздухе. Свиноводческий комплекс соседствует с несколькими крупными поселками. Самый ближайший – Комсомолец, дальше – Козеле, Князево, совхоз Татарстан, Сосновый бор. Едем разбираться, действительно ли пахнет и действительно ли камским беконом. Наша первая точка – это поселок Татарстан. Находится он в минутах 30 езды от челнов и, по словам местных жителей, в плане запаха им достается больше всего. Скажите, пахнет у вас? Пахнет сильно. Вот за 30 лет так не было, вот лет 5 сильно пахнет. Да? Да. Чем пахнет? Говном. Ну, люди жаловались, конечно. Молодежку вон все на продажу поставили. А, все дома. То есть жить невозможно, вы хотите сказать? Да. Ну, не всегда пахнет уж, но пахнет. Угу. Со стороны жителей что было? Какие-то жалобы, собрания? Ну, собрания всегда говорят об этом. Но результатов? Нету. Ну, хоть когда ветер дует, короче, тоже не пахнет. Ну, пахнет, но не так сильно, короче. Можно сказать, нормально, короче. Периодически уж пахнет. Зимой, например, сразу туман какой-то наступает и начинает пахнуть. Ну, летом уж тоже, видимо, когда они там, не знают, а спускают, не знают, что делают. Ну, как же не пахнет пахнет. Да, конечно. Ой, это еще и снимают. Об этом нужно обязательно сказать. Если есть такая проблема. Да, да. Пахнет. Чем пахнет? Ну, со свинарника пахнет. Угу. Сильно. Как ветер в нашу сторону дадутся. Небольшая справка. Компания «Камский бекон» начала активное разведение свиней в Тукаевском районе в 2005 году. На сегодняшний день это один из крупнейших производителей свинины в России. Одним из учредителей «Камского бекона» был глава Акибанка Эльдар Галиудинов. Сейчас компании в равных долях владеют два кипрских офшора. По статистике предприятия, в год комплекс производит 48 тысяч тонн мяса. Жители, которые живут в поселках десятки лет, целыми поколениями, были не очень рады появлению такого соседа. В свое время сельчане писали петиции и подавали иски в суд. Никаких результатов это не дало. Когда запах-то идет, он не очень, не очень, не хороший запах. Угу. Очень противный. Вот всегда это, че ж, экологии, че, компас пока не уберут. Нет. Куда уберут ее? Никуда не уберут. Так-то вот сейчас нет уже его запаха, а бывают моменты, что вообще даже окна не откроешь. Если он существует до сих пор, ну неужели уж никто этим как бы не заинтересовался раньше? Хозяин этого предприятия не понимает, что нужно что-то делать с этим? Нет? Такой же вопрос мы решили отправить в администрацию «Камского бекона». Представители компании нам признали, что подобные звонки с вопросами, чем же пахнет, им поступают регулярно. Также регулярно проходят проверки от различных ведомств, как плановые, так и внеплановые. В атмосферный воздух поступают вещества, имеющие запах от позиций, где содержатся животные. На позициях действует приточно-вытяжная система вентиляции. Приток чистого воздуха осуществляется через воздуховоды на крышах, а удаление загрязненного воздуха производится через оконные боковые вентиляторы. Контроль на границах санитарных зон предприятия регулярно производится аккредитованными лабораториями. Жители близлежащих населенных пунктов считают ООО «Камский бекон» источником неприятных запахов из-за значительных размеров предприятия. Стоит отметить, что кроме ООО «Камский бекон» существуют и другие источники выделения дурнопахнущих веществ в атмосферу близ поселка Комсомолец и поселка Татарстан. С жителями поселков проводились встречи и объяснения по данным вопросам. Неприятный запах может быть от двух вещей – навоза и мертвых животных. Находим схему территориального планирования Тукаевского района. Здесь отчетливо видно, где и в каком количестве находятся животноводческие фермы, а также действующие скотомогильники и сибириязвенные захоронения. К примеру, один скотомогильник в Комсомольце, вот он черным значком, другой в поселке Татарстан. А красным цветом выделены сибириязвенные захоронения. Также в интернете нередко появляются видео от местных жителей, как возле поселков загадочным образом образуются огромные дурнопахнущие лужи. Ой, ванизм какой! Ужас! С наступлением теплой погоды запах усиливается, так что вы представляете, что ждет местных жителей и дачников этим летом. Но нам же не показалось, и запах действительно есть, и он действительно неприятный. Так что те, кто живет здесь рядом, у кого есть дача, и те, кто чувствует запах в челонах, пишите в комментариях, действительно ли вы чувствуете это зловоние. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok